11.06 в Кирове, программа дневной разворотки эфиры в студии Дарьи Токузнеева. Яна Лапшина. Всем доброго дня. Мы сегодня работаем в прямом эфире, как обычно, два часа, но не совсем обычный у нас эфир, потому что в течение двух часов мы будем общаться с председателем правительства Кировской области Александром Чуриным. Александр Анатольевич в нашей студии. Добрый день. Добрый день. Да, тем у нас очень много, вопросов очень много, поэтому мы сегодня вопросы от слушателей принимаем по онлайн-каналам нашей связи. Дарья сейчас озвучит. 8-909-720-101-0. При этом хочу напомнить тоже, что мы начали выходить в прямой эфир еще через соцсети. Можно посмотреть эфир во Вконтакте и на нашем канале на Ютубе. Идет прямая трансляция. Пожалуйста, ваши вопросы, ваши реплики направляйте в мессенджеры, в WhatsApp, в Viber, Telegram. Совершенно верно. Чтобы была возможность на ваши вопросы ответить, чтобы они в пустоту не ушли. Все вопросы, на которые мы в эфире не успеем ответить, их передадут в подведомственные министерства, и ответы вы получите. Александр Анатольевич, давайте мы, наверное, начнем с недавнего вашего доклада о работе правительства в 2019 году. В середине июля это было на заседании законодательного собрания, да, и уже и комментарии были, прокомментировали, и ряд экспертов воспринял то, что вы сказали критически, сказав, что вот итоги и планы, те, которые были озвучены, это такая приукрашенная действительность. Да, насколько эти планы вообще реальны в связи с коронавирусом и с тем, что ситуация сейчас нестабильна, там и меняется, ну, практически каждый день? Во-первых, все, что касается состояния экономики Кировской области, ситуация, которую мы обрисовали в докладе, она абсолютно реально и соответствует действительности. Экономика это наука точных цифр, и каждая цифра у нас подтверждена делом. Поэтому многие говорили, что мы строим, показали картинку какого-то рая, мы показали что-то, то, что не соответствует действительности за окном, но на самом деле мы показали ту ситуацию, в которой экономика Кировской области находилась по итогам 2019 года. Да, действительно, у нас рост по всем показателям, у нас большой рост инвестиций, мы превысили цифру в 70 миллиардов рублей, мы создали такие условия для развития экономики, которые позволили нам пройти очень хорошо и стабильно пандемию. То есть, это результат проделанной нами работы, это результат сбалансированности бюджета, это результат налоговой дисциплины, ту, которую сейчас демонстрируют и предприятия, и малый и средний бизнес. Это то, что мы делаем вместе с вами. Ну вот смотрите, да, по поводу пандемии, насколько я помню, кто-то из депутатов задавал тоже этот вопрос. Еще какие-то меры сейчас прорабатываются в правительстве по поддержке бизнеса? Да, действительно, мы прорабатываем ряд дополнительных мер поддержки бизнеса, но они будут приняты, исходя из текущей ситуации, исходя из ситуации с формированием бюджета, с выполнением нами своих социальных обязательств. И самое главное, мы смотрим на темпы восстановления экономики. Да, действительно, сейчас произошел определенный спад в различных отраслях экономики. Есть спад в розничной торговле, спад в строительстве, спад в промышленном производстве. Но последние данные по второму кварталу текущего года говорят о том, что экономика начала восстанавливаться. Идет рост налоговых платежей, поступлений в бюджеты всех уровней. Мы видим, что растет товарооборот, идет рост отгруженной продукции. Это все говорит о том, что экономика постепенно возвращается на свои рельсы. Идет восстановление. А есть ли сейчас уже какие-то цифры? То есть, какой именно спад? Ну да, для примера. Если мы анализируем экономическую активность за январь-июнь текущего года, то мы видим спад в промышленности региона на 2,2% к уровню прошлого года. В строительстве на 4,3% к уровню прошлого года. Вот розничная торговля просела посильнее, на 7,5%. Но это говорит о том, что были, во-первых, закрыты и торговые центры. Да, мы это понимаем, что практически ничего не работало. Да, практически ничего не работало, поэтому это объяснимо. Но, тем не менее, с открытием и снятием ограничений, те, которые действовали во время пандемии, экономика начинает восстанавливаться. Ну, смотрите, с розницей, понятно, да, розницей, чтобы восстановиться, в принципе, ничего не было нужно, кроме, грубо говоря, открытия. Возможности работать. Возможности работать. Цепочки обрывались. Цепочки обрывались. Не работал транспорт, не происходили отгрузки продукции, не работали комплектаторы, смежники и так далее. Реализовать продукцию было сложно, допустим. Не работали же торговые сети, тоже не работали. То есть промышленная продукция не отгружалась. Этому всему есть объяснение. Но с момента восстановления экономики и перехода в нормальную жизнь, я думаю, что эти негативные моменты уйдут. Ну, я добьюсь уже вопроса по мерам. Понятно, что все будет предоставляться по мере возможности бюджета, но, тем не менее, какие-то варианты, наметки, все равно, что именно рассматривать? Ну, вот на сегодняшний день мы, в принципе, уже представили те исчерпывающие возможные меры, которые мы могли предоставить бизнесу. Мы дополнительно, вы знаете, и освобождали от аренной платы. Мы приняли законы о снижении ставок по налогам и так далее. То есть был предпринят целый ряд мер для стимулирования экономической активности. Но нельзя забывать и о том, что бюджет и вообще бюджетная система – это очень сложный механизм. И мы не можем вот так безоглядно давать различные преференции, освобождать от налогов и так далее. Завтра мы не сможем выполнить свои обязательства. По выплате зарплат учителям, врачам, работникам культуры, по исполнению других социальных обязательств бюджета. Да, мы понимаем, что деньги из воздуха все равно не возьмутся. Они не возьмутся. Их надо все равно где-то найти будет. Еще такой вопрос. Скажите, пожалуйста, вот эта история, которую озвучивали, может быть, месяц или два назад депутаты в нашем эфире, о том, что те меры поддержки, которые приняты для бизнеса сейчас, возможно, как-то будут пролонгированы в какой-то форме на следующие годы. Об этом пока преждевременно говорить? То есть мы должны посмотреть на итоги этого года? Или все-таки действительно есть какие-то обсуждения и дискуссии по этим вопросам? Нет, дискуссия, конечно, не идет. Но, на мой взгляд, об этом говорить преждевременно. Потому что мы не можем заглянуть так вот уверенно в будущее и сказать, что все будет плохо. И там бизнес, он не сможет выполнять свои обязательства по уплате налогов, сборов и так далее. Вот сегодняшняя ситуация не позволяет нам говорить о том, что у бизнеса все плохо. Многие виды бизнеса развиваются, развиваются стабильно, активно. Развивается малый бизнес, развивается средний бизнес. Понимаете, нельзя вот так, слушая двух-трех человек, делать вывод о том, что все плохо. Поэтому, на мой взгляд, говорить пока об этом преждевременно. Ну вот если возвращаться к отчету за 2019 год и к заседанию ОЗС, по-моему, Ольга Сыбчина, по-моему, озвучила этот вопрос по поводу соцконтрактов. Там что за ситуация? Насколько я понимаю, Кировская область в этом году в число пилотных регионов не вошла, но войдет в следующем году. Да, и Дмитрий Александрович Курдюмов дал ей исчерпывающий ответ тогда по этому поводу. Давайте тогда для слушателей поясним, что за соцконтракт, что это за деньги. Там большая достаточно сумма. Там большая сумма, но мы в пилотный проект пока не вошли. И я думаю, что в следующем году, когда у нас область присоединится к этому проекту, мы присоединимся и будем исполнять вот эти соцконтракты так называемые. Там, понимаете, ситуация такая, что это же тоже опять обязательство бюджета. И в настоящее время мы пока были не готовы вот к этой ситуации для того, чтобы в полной мере войти в этот проект. Но уже в следующем году, я думаю, что мы вполне сможем четко работать в этом направлении. Давайте о хорошем. Все-таки есть отрасли, которые демонстрируют прорыв по итогам прошлого года, по этому. Кто это? Во-первых, химическая промышленность. Это один из драйверов нашей экономики. Она показывает рост практически на 10% даже по отношению к прошлому году. Производство лекарств, ну это понятно, на 12%. Производство продуктов, питания на 6% к уровню прошлого года. Мы, конечно, понимаем, что в этом году, наверное, произойдет сокращение инвестиций. Но здесь идет речь о частных инвестициях. Государственные инвестиции будут сохранены в полном объеме. То есть все национальные проекты, которые идут сейчас в нашей стране, они исполняются. Исполняются в полном объеме. Вы знаете, что сейчас они продлены до 2030 года. Я могу с уверенностью утверждать, что здесь никакого снижения и спада не будет. И все заявленные цели и задачи, о которых мы говорим, они будут достигнуты и выполнены. Ну, смотрите, да, о нацпроектах по поводу того же самого БКД, на который выделяются достаточно большие деньги. По-моему, кто-то из депутатов тоже этот вопрос озвучивал, что БКД, БКД, а есть еще районы, межрайонные вот эти дороги, дороги между населенными пунктами. И насколько большое внимание уделяется, насколько большое внимание будет уделяться дороги. Смотрите, с прошлого года мы начали программу по инициативе губернатора Игоря Владимировича Васильева ремонта районных дорог, дорог районных центров. В прошлом году мы выделили 180 миллионов рублей, в этом году свыше 300 миллионов рублей уже выделены на эту программу. Притом, эти деньги концентрируются. Мы их выделяем конкретным муниципальным, не всем сразу. У нас есть порядок выделения этих средств, там 10-15 районных центров получают, поселковых, администрации получают эти денежные средства. Они что-то сделать для этого должны? Нет, 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 они ничего не должны для этого сделать. Или просто это вот там, где в первую очередь необходимо? Это там, где в первую очередь необходимо. Там, где проживает наибольшее количество людей, там, где идет наибольшая активность, мы направляем эти деньги на районные центры, на дороги в районные центры. Это как в городе Кирове, в Слободском и Кирово-Чапецке. Только это уже за счет средств областного бюджета. Дальше. Мы сейчас активно ремонтируем региональную сеть дорог. И со следующего года мы такой же проект запустим по ремонту межмуниципальных дорог, поселковых дорог. И у нас сейчас идет проект по ремонту сельских дорог. Поэтому внимание будет уделяться. И необходимо отметить, что за последние годы количество дорог, соответствующих нормативу, значительно выросло. И я думаю, что наши жители, те, кто движется по региональным трассам, они могут отметить качество дорог и их состояние. Оно заметно улучшилось за последнее время. — Если говорить о развитии экономики, и сюда же, наверное, и сельские дороги, и все это, для меня сложно не увязывать с теми цифрами, которые недавно опубликовал Кировстат по поводу сокращения числа жителей в Кировской области. Киров оказался единственным вообще в регионе населенным пунктом, который прирастает. То есть с 2010 года по итогам переписи населения. — Когда мы говорим о развитии экономики, это как-то увязывается с тем, что у нас число сельских жителей постоянно сокращается? — Как раз это и должно увязываться. Понимаете, мы сейчас говорим уже о более глобальной задаче. О задаче приращения населения в Кировской области. По большому счету, вот та концепция, стратегия развития Кировской области, которую мы сейчас готовим до 2035 года, должна перед собой ставить очень простую задачу. Население Кировской области должно составить не менее двух миллионов человек к 2035 году. В то же время существующие тенденции, которые сейчас они во всем мире, о том, что города укрупняются, сельское население переезжает жить в города, она существует. Как переломить эту тенденцию, как сохранить людей в малых городах, в сельской местности? Это вопрос, и, наверное, вопрос очень серьезный, требующий проработки. Мы здесь уже говорим, наверное, о новых программах. Здесь мы вот сейчас обсуждаем программу «Увятский гектар», о наделении землей людей. — Это как с Дальним Востоком? — Да, примерно с Дальним Востоком, немного по другим формам. Различные формы государственно-частного партнерства для того, чтобы развивать. Но мы прекрасно понимаем сельские территории. Но мы прекрасно понимаем, что нам нужно создать, прежде всего, условия для проживания людей. — Инфраструктуру. — Инфраструктуру. Это жилье, это соцкульпт-быт, возьмем старое такое слово. Это возможность людей пользоваться теми благами цивилизации, которые доступны в городе. Но здесь районные центры должны стать как раз опорными пунктами для близлежащих населенных пунктов, где должны быть те же условия проведения досуга, те же возможности для людей похода в торговые центры, как и в городе, по большому счету. Вот к этому нужно стремиться. — Ну вот, смотрите, да, по поводу сельского населения. То есть вы будете ставить прям задачу для того, чтобы восстановить это сельское население. И есть ли вообще в этом смысл? Возможно, стоит бросить силы как раз на крупные муниципалитеты, потому что понятно, что, мне кажется, каких-то больших денег на нас вряд ли обрушится даже к 2030 году. — Давайте будем рассуждать следующим образом. Денег на нас не обрушится. Надо рассчитывать только на собственные силы. И исходить из тех возможностей, которыми мы располагаем. У нас прекрасная область, она богатая. У нас для этого, в принципе, все есть. У нас есть земли, у нас есть леса, у нас есть все необходимые возможности для развития различного вида бизнесов. Поэтому, когда мы говорим о необходимости сохранения сельского населения, мы говорим о том, что сельские территории необходимо развивать. Это и строительство ферм, развитие сельского хозяйства. Это строительство деревообрабатывающих предприятий, которые будут использовать глубокую переработку древесины, выдавать готовый продукт. И успешные примеры ведь этому есть. Вот буквально вчера мы встречались с руководством компании «Хольцхаус». Они приглашают... — Луза, да? — Луза, да. Они приглашают нас на открытие нового предприятия. Уже в Лузе в ближайшее время там откроется новое предприятие. И это же пример. Предприятие производит клееный брус. Они разрабатывают проекты домов. Они строят эти дома. Они уже очень много отправляют домокомплектов. Не просто отправляют домокомплектов, они собирают их на месте, оказывают услуги. Они рисуют... — То есть это производство полного цикла? — Производство полного цикла. Производство полного цикла. И это ведь наши молодые ребята создали этот бизнес. — Да, им нужно помогать. Да, им нужно выделять необходимые ресурсы. Лес и так далее. И мы совместно с ними работаем. Мы им помогаем через фонд промышленности. И, кстати, вчера Николай Юверев, который был, он и отметил, что у нас нет проблемы или не было проблемы получить кредит в фонде развития промышленности. Мы очень быстро оформили заявку, ее рассмотрели, и они уже получили необходимые ресурсы для исполнения своего инвестиционного проекта. — Ну вот об инвестпроектах, да? Если мы говорим о развитии сельского хозяйства, это история больше про государственное участие или про частное? И как раз про то, что нужно будет выделять кредиты? — Это про государственно-частное партнерство. Здесь нужно рассмотреть различные формы взаимодействия, вплоть до создания сельскохозяйственной корпорации. Государственной корпорации, которая будет в том числе заниматься развитием сельских территорий. По большому счету мы строим государственный капитализм в Кировской области. И для нас управление капиталом очень важно. Мы можем сосредоточить усилия на решении тех или иных точных задач. Самое главное вот сейчас перед нами — это концентрация капитала для того, чтобы из тех ресурсов, которые у нас есть, мы могли решить как можно больше задач. Вот за последние годы мы вкладываем в сельское хозяйство миллиардную сумму. Но, наверное, пришло время пересмотреть систему поддержки агропромышленного комплекса, пересмотреть те методы, которые мы используем для стимулирования инфекционной деятельности в сельском хозяйстве, для того, чтобы получить более такой масштабный эффект. Потому что... Что вы имеете в виду? То есть помогать больше там малышам, нежели там ферму бизнесу, да? Вы понимаете, крупный бизнес, он уже вырос. Крупный бизнес уже может самостоятельно привлечь кредитные ресурсы, у него уже достаточно большие обороты. И сейчас нужно уже обратить внимание, наверное, на другие сферы деятельности. Дальше нам нужно понять, а что нам нужно-то в экономике области? Переработка. На что делать упор? Если мы повышаем надови молока, но у нас не хватает переработки, значит, нам нужно бросить силы в это направление. Потому что готовый продукт всегда стоит дороже. Конечно, он стоит дороже и так далее. И у нас есть возможности помочь для реализации таких проектов. Поэтому я думаю, что мы как раз подошли к той точке, при которой мы начнем пересматривать вот эти меры поддержки и вообще формы поддержки АПК. Я вернусь все же к тем 2 миллионам населения, которые вы озвучили к 2030 году. Понятно, вот эти все меры по развитию сельского хозяйства, они удерживают людей на селе, удерживают людей в регионе. Но, учитывая цифру, я так понимаю, речь идет не только об увеличении, но и о привлечении из других регионов. Конечно. Это тоже за счет развития того же самого сельского хозяйства? Почему? Почему только за счет того же развития сельского хозяйства? Нам нужно создавать высококвалифицированные рабочие места, отрасли производства с высокой добавочной стоимостью. Ведь не случайно по инициативе губернатора был создан национальный образовательный центр, НОЦ, Биополис. Мы уже заключили соглашение с институтом имени Чумакова. У нас в Кирове открыт филиал. Сейчас прорабатывается вопрос на федеральном уровне о начале строительства здесь научно-исследовательского центра на базе Киров-200. И понимаете, нужно нам идти в те отрасли экономики, которые дают высокий добавочный продукт, потому что это позволит нам активно развиваться. Притом мы ведь здесь рассматриваем наши возможности, опираясь на исторический опыт. У нас мощнейшая биологическая промышленность, микробиологическая промышленность. У нас 48-й институт Минобороны. У нас есть Восточный, который, к счастью, сохранен. И он сейчас постепенно возвращается к жизни. У нас есть Нанолек. У нас много предприятий, которые работают в сфере биотехнологии, в сфере фарминдустрии. Поэтому вот это то прорывное направление, которое позволит в дальнейшем как привлечь сюда высококвалифицированные рабочие силы, ученых и так далее, так и поднять на этой базе экономику области. А вот этот Вятский гектар, есть уже какие-то наметки, чтобы это могло быть? Вятский гектар – это вот как раз одна из идей государственно-частного партнерства. Это привлечение людей, наделение их землей, установление задания для выпуска определенной сельхозпродукции. То есть это именно аграрная история? Нет, это аграрная история. Это история для того, чтобы мы не потеряли земли. Чтобы не зарастали они. Потому что на земли, как говорится, фраза есть такая, на землю без людей придут люди без земли. Поэтому мы не должны допустить этой ситуации. Мы не должны дать пропасть той земле, которую мы многие столетия обрабатывали, и она нас кормила. Если о ведущих отраслях еще говорить, регионно-лесной комплекс, слушатели пишут, что приоритет в выделении ресурсов всегда получает крупный инвестор, а малый бизнес в лесной отрасли фактически отлучен от лесных ресурсов. Действительно ли есть такая проблема? Если есть, как она решается? Проблема есть. Вы знаете, это такой дискуссионный вопрос на самом деле. Вот мое мнение, что в 90-е годы была совершена крупная ошибка, когда мы разрушили через, понятно, приватизацию систему Киров-Леспрома. Когда в лес пришел частник, и в результате у нас нет ни налоговых поступлений, ни серьезной отрасли экономики. Есть разрозненные предприятия, которые решают свои задачи коммерческие, но вот системы, той, которая была, мощнейшей системы Киров-Леспрома, увы, уже нет. Поэтому вот сейчас мы как раз прорабатываем вопрос по созданию государственной компании в сфере заготовки, переработки древесины. И я думаю, что если нам удастся сделать этот проект, он серьезный, он требует очень большой координации деятельности многих органов исполнительной власти, и бизнес-сообщества в том числе. Я думаю, что этот проект будет достаточно хорош для области. Это кооперация будет под... Это будет кооперация. Малый бизнес будет в этом как-то участвовать? Да, малый бизнес будет участвовать, конечно, но... Нет, организации, которые будут все это контролировать. Вы поймите, промышленная заготовка древесины, она требует колоссальных ресурсов. И вложения. И вложения. Мы сейчас говорим о строительстве лесных дорог, о доступе к в настоящее время неэкономически эффективным лесным запасам, допустим. За последнее время никто этим не занимается. Ну, я не думаю, что малый бизнес может осилить вот эту работу. Одно маленькое предприятие с этим не справится, и 10 в разных местах тоже не справится. И тут именно нужна концентрация ресурсов. Нам нужно уйти на полторы минуты на рекламу. После продолжим разговор с Александром Чуриным, председателем правительства Кировской области. Да, возвращаясь к истории с налоговыми поступлениями все-таки, да, хотелось бы чуть более подробно там, да, по цифрам пройтись все-таки. Что у нас происходит? У нас, насколько я понимаю, там, да, вот за последние там 10 лет, ну, если мы не берем этот период с коронавирусом, пока непонятный, значительный рост. Да, если говорить о статистических данных за последние несколько лет, то динамика, безусловно, есть. Вот несколько цифр. Я уже говорил, что значительно увеличился приток инвестиций в основной капитал, и в 2019 году он увеличился с 60 до 70 миллиардов рублей. В целом за последние 10 лет рост составил 205%, если говорить об инвестициях в основной капитал. Валовый региональный продукт также вырос в два раза. Рост промышленности региона обеспечивается ростом в обрабатывающих производствах. Налоговое отчисление в консолидированный бюджет от этих предприятий составили в прошлом году почти 17 миллионов рублей. Конечно, львиную долю здесь демонстрирует оборонно-промышленный комплекс, который действует в Кировской области. Так вот, 17 миллиардов рублей – это почти два с половиной раза больше, чем в 2010 году. За последние 10 лет на 30% увеличился ввод жилья. При этом настолько же увеличились темпы строительства. В два раза вырос оборот розничной торговли. Растет объем продукции сельского хозяйства. Аграрии произвели в прошлом году продукцию на сумму 44 миллиарда рублей. А налоговое отчисление в целом от сельского лесного хозяйства, растениеводства и животноводства – полтора миллиарда рублей. При этом я уже говорил, что ежегодно из областного бюджета идет субсидирование сельскохозяйственной отрасли. И здесь мы как раз и говорили в предыдущей части нашей беседы о том, что уже необходимо пересматривать подходы в рамках финансовой помощи сельскому хозяйству. Поэтому вот такие основные цифры, основные параметры. Можно много говорить, но я думаю, что это будет утомительно для слушателей. Да, Александр Анатольевич, еще бы просил вас все-таки прокомментировать ситуацию с госдолгом Кировской области. У нас вот мы не успели порадоваться на самом деле в конце прошлого года, что он сокращается. Как тут пришла свежая статистика за июнь, да, и на 1 июля объем госдолга Кировской области подрос, там, да, и цифра называлась на 4%, и на самом деле она так, ну, пугает немножко, да, снижалась, снижалась, вдруг начала расти. Мы можем пояснить, что вообще происходит? Это какой-то там процесс такой, да? Я вам сейчас очень доступно объясню, что происходит. Во-первых, за последние два года мы сократили госдолг почти на 2 миллиарда рублей. В 2016 году госдолг составлял почти 95% объема собственных доходов региона и превышал 26 миллиардов рублей. Мы приняли решение, в принципе, отказаться от кредитов. Мы замещали дорогие коммерческие кредиты бюджетными кредитами, таким образом снижая нагрузку на обслуживание госдолга. Та ситуация, о которой вы говорите, когда госдолг подрастает, это описывается ситуация, когда берутся различные даты, отчетные даты, допустим. Мы считаем в течение финансового года. В течение финансового года мы объявляем новые конкурсы, привлекаем ресурсы по более дешевым ставкам кредитов. И вот в тот момент, когда мы привлекли деньги для того, чтобы погасить более дорогие кредиты, если вот эту дату взять, у нас госдолг подрастает. То есть вы бюджетный кредит взяли, а тот еще пока на нас нет? Для примера, вы взяли у Даши деньги в долг, чтобы отдать Алексею. Да, мой долг вырос в этот момент. В этот момент ваш долг вырос. Вы отдали Алексею, Алексею погасили, но Даши должны. Долг одинаковый, ваш, просто перед разными лицами. Так и с бюджетом, по большому счету. Вот сейчас мы объявили конкурс на отыгрывание кредитных ресурсов в размере 7 миллиардов рублей. Когда мы эти деньги получим, только там кредитная ставка будет 5,5% годовых. Сейчас мы покредитуемся под 7,4% годовых. Вот в момент получения этих кредитных ресурсов госдолг увеличится на 7 миллиардов. Но на следующий день мы погасим предыдущие кредиты и госдолг у нас сократится. Вернее, он останется таким же, но обслуживание госдолга будет дешевле. В 2019 году вы вообще сколько потратили на обслуживание? Порядка 200 миллионов рублей. Ну, то есть, не сказать, что... Ой, больше. Мы сэкономим в этом году 200 миллионов рублей, а мы порядка 600-700 миллионов рублей тратим на обслуживание госдолга. Ну, смотрите, для экономики региона, насколько вообще эти суммы критичны по самому госдолгу? Потому что, как Аня говорит, ее испугали цифры, а, собственно, почему они ее пугают? Ну, как сначала, ну, просто если брать вот голые цифры, да, сначала говорится о том, что мы за три года, значит, там, да, когда погасили госдолг, снизили его почти на 2 миллиарда, да, а потом, значит, говорится, что вот тут за несколько месяцев он вдруг вырос почти на миллиарды, это не может не погасить. Вопрос так. На жизнь вот обычных людей этот госдолг влияет? Это никак не влияет. Не влияет. У нас сбалансированный бюджет, у нас заложены все ресурсы на обслуживание этого долга, на погашение этого долга, и на жизнь обычных людей это никак не влияет. Действительно, сейчас на уровне правительства Российской Федерации прорабатывается вопрос об отсрочке погашения бюджетных кредитов и направлении тех средств, которые мы должны гасить каждый год Российской Федерации, направить эти средства на внутренние инвестиции. Вот сейчас этот вопрос прорабатывается. Такая идея есть. Но это с пандемией как раз связано коронавирусом, как я понимаю, или нет? Нет, она началась до этого. До этого. До этого. Эта история началась в конце прошлого года. Может быть, она немножко замедлилась в момент пандемии, но сейчас она опять обсуждается. Вот если решение будет принято, то те средства, которые мы направляем на обслуживание долга, которые мы направляем на погашение этого долга, будут направлены на внутренние инвестиции правительства Кировской области. На те проекты, которые, инфраструктурные проекты, которые мы считаем необходимы поддержать. То есть на развитие будут направлены, получается. Да, Александр Анатольевич, еще вопрос. Дарья спрашивала про обычного жителя. Я все-таки спрошу на вашу работу, как это влияет. Насколько я понимаю, вот эта история с бюджетными кредитами, она же накладывает на Кировскую область определенные обязательства. Дисциплинировать нас она должна. И есть какие-то вещи, возможно, которые мы и хотели бы сделать, но не можем, потому что вот у нас есть обязательства перед Минфином. Есть такие какие-то проблемы с этим связанные или нет? Лишних денег не бывает. Естественно, всегда хочется как можно больше денег направить на те или иные проекты. Но в данном случае, что касается госдолга, госдолг, ведь он появился не просто так. То есть в свое время правительство региона привлекало кредитные ресурсы для решения тех или иных социальных вопросов. Ну мы помним, это майские указы, по-моему, и что-то там еще было в это же время. Была выбрана такая форма действия. Но это не только в Кировской области, это в целом по стране во многих регионах. Мы практикуем другой подход. Мы не привлекаем, не наращиваем госдолг. Мы решаем свои задачи, исходя из собственных доходов. Поэтому мы все усилия бросили на наращивание поступлений, налоговых поступлений в бюджет, на увеличение собственных доходов. И эта политика, она дала свой результат. Доходы у нас увеличились на 22%. Собственные доходы. И поэтому это позволяет нам без привлечения дополнительных кредитных ресурсов решать те задачи, которые стоят перед нами. Александр Чурин, нашей студии, председатель правительства. Еще хотелось бы, у нас 5 минут остается до конца первого часа разворота. Хотелось бы все-таки вернуться к национальным проектам. То есть мы коротко так прошлись, про дороги сказали, немножко про аграрный сектор. Но вот тем не менее, можем ли мы цифры какие-то назвать? Тоже чуть более конкретно, чтобы было понимание. Да, конечно. В 2020 году на реализацию национальных проектов за счет всех источников финансирования будет направлено 12,5 миллиардов рублей. Из них около 3 миллиардов это средства областного бюджета. Приведу вот несколько примеров таких живых. В Кировской области, благодаря нацпроектам, будет создано более 4 тысяч мест в детских садах. Эта работа была начата в 2018 году и завершится в 2020. Итогом ее станут 20 новых детских садов. 20. В 2019 году в 16 муниципальных образованиях поставлено оборудование для создания малых спортивных площадок, центров тестирования ГТО. В 2020 году появится еще 9 таких площадок. По нацпроекту здравоохранения в 2020 году запланировано приобретение 57 единиц медицинского оборудования в 3 первичных сосудистых центра. 45 единиц уже поступило. Это оборудование, это томографы, это различные серьезные аппараты для дорогостоящего медицинского оборудования. В 2019 году введена в эксплуатацию школа на тысячу мест с бассейном в микрорайоне Чистые пруды города Кирова. В 2020 году продолжается оснащение школы в Чистых прудах, ведется поставка оборудования мебели. Она откроется 1 сентября 2020 года. Это школа. В 2020 году планируется создание 42 центров образования цифрового гуманитарного профиля, так называемых точек роста. Оснащение оборудованием по предметам деятельности, технологии, информации, основы безопасности жизнедеятельности. Это то, что у нас в рамках нацпроекта образования происходит. Как я уже говорил, по безопасным и качественным автомобильным дорогам мы отремонтируем более 135 километров дорог в этом году. Работы ведутся у нас с опережением графика. Погода, слава богу, позволяет в этом году. Те организационные меры, которые были предприняты, те подрядчики, которые сейчас у нас ведут работы. Так вот, эта работа позволила нам в текущем году уже получить еще 680 миллионов рублей на дороге кировской агломерации. Это дополнительные средства, которых мы ранее не получали. Их получали только те регионы, которые шли с опережением графика. То есть мы именно поэтому говорили, что мы раньше разыграли, раньше приступили, начали раньше делать. В этом году мы разыграли раньше, мы раньше приступили, мы закончили раньше и сейчас получаем дополнительные средства. А что не позволяло раньше разыгрывать раньше? Организация работы. Ну вот, смотрите, что не говори, а национальные проекты в плане ненаращивания госдолга, по-моему, большое подспорье. Потому что вряд ли на свои деньги все это можно проверить. Кстати, в этом году мы уже ставим задачи отыграть все конкурсы до 25 декабря 2020 года. А, то есть уже в этом году отыграть? Уже в этом году отыграть, для того, чтобы наши подрядные организации могли спокойно авансироваться, получать контракты и начинать закупать материалы в низкий сезон. Ну вот мы об этом говорили много раз и в нашей студии, о том, что действовать необходимо именно таким способом. Первый час разворота нам потихонечку пора сворачивать. Я думаю, мы, наверное, чуть-чуть пораньше можем себе позволить уйти, чтобы новые темы не начинать уже. Александр Чурин остается у нас в студии, вернемся через 20 минут.